В эту субботу в 12 часов дня пожарные расчеты были стянуты к строящейся православной гимназии имени преподобного Ильи Муромца. Как выяснилось, при проведении сварочных работ произошло возгорание купола. Интервью очевидцев и комментарии к случившемуся в нашем сюжете. Выходили из школы, увидели, что гимназия горит. Все начали тушить, и воды все равно не хватало. Купол падал, осколки, и люди могли некоторые погибнуть. Крест упал, и прожгло купол. Свидетелями происшествия на строящейся гимназии преподобного Ильи Муромца стали рабочие, которые и выложили это видео в интернет, и ученики близлежащей 20-й школы. Пожар на стройке произошел в субботу около полудня, рассказывает руководитель проекта Алексей Иванов. Произошло все неожиданно. От искросварочного аппарата внезапно вспыхнул купол. Было возгорание барабана, на который крепится купол, который мы неделю назад установили. И для продолжения монтажных работ его необходимо было снять. При проведении монтажных работ возникло возгорание. Известно, что купол, барабан и крест, который чудом удалось спасти, он был снят еще до проведения работ, изготовила фирма из города Вологодонска. Рабочие этого же предприятия и занимались монтажом конструкции. В отношении квалификации специалистов, ну, пока, может быть, не возникает там сомнений. Ну, а дальше проверка нам выявит все явные причины. Скорее всего, причина была в некачественных материалах, комплектующих, поставленных фирмой-изготовителем. Скорее всего. Но это будет известно точно, когда пройдет экспертиза, которая сейчас проводится компетентным органом. Несмотря на происшествия, строительные работы в гимназии сегодня идут полным ходом. Руководитель проекта уверяет, что металлические конструкции, на которые был установлен купол, огонь не повредил. Очевидно, что это ЧП не смогло сломить духы учителей гимназии и ее директора. Считаю случившийся пожар знаменем милости Божьей к нам грешным. Как ни странно это звучит, наверное, но если рассудить здраво и с духовной точки зрения, то, что это произошло во время монтажа купола, то есть до даже покрытия кровли и, соответственно, тем паче до сдачи здания в эксплуатацию, это действительно считаю заступлением Престой Богородицы, в день похвалы которой это все произошло. Потому что, представьте себе, что если бы это случилось во время, скажем, богослужения, когда храм, строящийся в гимназии, был бы полон детей молящихся. По словам игумена Афанасия, произошедшее не отразится на сроках сдачи объекта в эксплуатацию. Напомним, православная гимназия, согласно проекту, должна торжественно распахнуть свои двери уже 8 июля этого года. Ольга Келешина, Николай Молоденов, Муромский Меридиан.